Не надо его воспитывать, воспитывая себя прежде всего. Вот тогда и он это прекрасно понимает. Тогда есть шанс на большее взаимопонимание того, что между вами происходит, и, естественно, более гармоничное существование, более легкое. Так вот, что они делают. Они строят алтари в доме. В одном из домов я взяла целый храм. Вот дом построен, а в доме еще стоит храм, небольшой такой. Вот они, значит, совместно, это у них ритуал. Утром они встают, они в этот храм идут, или просто есть алтарь у них совместно, пара с ухудшеской. Вот они там поют мантры там свои какие-то, делают несложные богослужения, которые развивают тонкую восприимчивость. Это уникальные ритуалы, это уникальная вещь для развития тонкого восприимчивости. Это очень серьезные вещи. Они, значит, это делают все. То есть свои вибрации с ночи они поднимают, естественно, на более высокий уровень любви, открытости, там, космос, тро-лера. И они в счастливом состоянии ума проживают следующий день. Она ему там что-то готовит. Дома что-то они делают. Он приходит, все классно. На ночь они опять там что-то сделали тон, спокойно, они спали. То есть очень такая гармоничная атмосфера. Ребенок у них, все нормально с этим ребенком. У них дети считаются там, это 5 лет, это божество. С ним надо очень осторожно с этими детьми общаться. Учителя наши, понимаете? То есть тоже там определенные отношения. Поэтому я же говорю, сейчас не так просто, когда у нас время эгоизма очень сильного. Все люди очень эгоистичны. То есть нам для того, чтобы смиренно выслушать другого человека, это просто невероятные усилия нужно приложить для этого. Потому что каждый считает, что он сильно умный. Вот. И особенно когда люди сближаются, они почему-то теряют уважение постепенно друг к другу. И он легко той, которая вчера объяснялся в любви, там или наоборот, может сказать грубое слово. Раз, все, и ранил человека. И все, и пошло, так сказать, поехало. Вот это очень надо быть внимательным. Но считается также так, что тот, кто обуздал свой язык, тот, кто обуздал свой язык, может контролировать свою сексуальную энергию. То есть это очень сильно взаимосвяно. Как обуздавать язык? Не только с помощью контроля речи, но мыслей, соответственно. Но и с помощью питания, с помощью того, что мы произносим лантры или молитвы, контролируем язык. То есть очень много интересных вещей, чем можно заниматься для того, чтобы духовно расти. Так вот тоже по тому поводу, как сохранить эту так называемую любовь. То есть чуть-чуть иногда уметь расходиться в сторону, для того, чтобы побыть самим собой. А еще лучше, если побыть с Богом. То есть уметь медитировать, уметь как-то оставлять за время для себя и для Бога, скажем так. Тогда вы не будете надойти от друг друга. Тогда есть шанс, что мы эту любовь будем копить, что ли. Копить ее в себе, если ты сам себя любишь. Вот тогда будет достаток на другого и на всех остальных распространяться. Если ты будешь забывать о себе в партнерских взаимоотношениях, иногда мы делаем следующую вещь. Мы забываем о себе. Мы полностью перетекаем в партнера и живем типа для него. Это, к сожалению, не совсем правильно и не будет оценено однажды. И просто-напросто он перестает ценить тебя, если ты так. А если ты так, я из этой величайшей любви, из этой огромной излишка энергетического, так сказать, общаюсь и даю, это совсем по-другому потом воспринимается, а не так, что ты должен дам, или еще какой-то супружеский долг, или еще какая-нибудь, я не знаю, тело. То есть это такие моменты. То есть нужно уменьшить этого личное пространство для друга, чтобы для Бога было место. Потому что смысл в нашей жизни Бога найти, а партнера может быть сколько угодно. То есть мы или имеем, а потому что вообще никогда не имеем. Старости еще меньше вероятности, чтобы там иметь, где больше людей, а вот если Бога найдешь, то ты уже никогда его не потеряешь. Это на всю оставшуюся вечную жизнь. Вот. Ну и значит что? Те, которые люди, можно сказать, добавить, что те люди, которые излучают при Боге, они являются магнитами. То есть если у тебя много энергии, это значит, на тебя будут все западать. То есть западают, западают. Потому что у тебя много энергии. А особенно мужчины, допустим, у них это проблема. Иногда они нуждаются, ну может и женщины тоже говорят так, нуждаются во вдохновляющем факторе. Для того, чтобы что-то делать, сдвинуться с места, им нужна женская рука, так как я бы сказала, иди в бой вперед. Или просто он хочет ее добиться, проявиться как-то для нее. Или просто посвящая свою деятельность, кому будут, женщине. Это должна быть соответствующая женщина, как божество для него. Иначе у нее не будет энергии. То есть женщина должна очень хорошо себя чувствовать в таком достаточно высоком возвышенном состоянии. Когда мужчина способен будет брать эту энергию, во вдохновение. Она будет давать для него вдохновение. Она будет музой становиться. Она сама из себя никакая не интересная. А интересная она будет только в одном случае, если она обращается в Бог. Бог – бесконечный источник энергии. Если она его находит, она неиссякаемая источник вдохновения. Если они еще понимают, что вообще происходит там между ними, вот эти все энергетические вещи, то есть они прощения там каждый день просят другу другу, а может ни за что, может, ни за что. Но они делают, они читают там эту материнтуру, ищущую игру, определенную игру. Тогда эта жизнь облагораживается, возвышается. И люди делают то, медленно, но верно. Если они это делают, они совершают процесс обоживания. Слышали, да? Ну, в христианстве есть какой-то термин – обоживание. Вот. Ну, там, в Индии бы сказали, что Бог входит в человека. Бог действительно медленно, но верно начинает входить в того человека, который обращается к Богу. На что смотрит наш ум, тем мы и становимся. Если мы будем смотреть в сторону плохой компании, мы будем ей подобны. Если мы будем общаться со святыми, даже если эти святые, они на тонком плане, или у нас только фотография там нашего учителя, но мы свой ум ориентируем на этих людей. Мы ментал свой ориентируем, да? Сердце вдвоем учимся открывать по отношению к ним. У нас есть шанс, что мы себя подвигаем выше. Если мы с пренебрежением к этим каким-то вещам относимся, ну, так, ну, там, а бы как, куда-нибудь. Конечно, толку от такой жизни будет немного. Надо знать какие-то моменты, как себя возвышать. Ну, например, как я там. Картинки есть, вот, картинки, проза алтарей в том, что любого рода предмет, он имеет свое торсионное поле, да? Если мы поставим пирамиду, мы знаем, что у нас такие звучат поля, что там как-то предметы лучше, продукты внутри сохраняются, там здоровье лучше тянут себе крышу, представим из пирамиды. Это как-то на нас влияет. Точно так же влияет, если вы обратите внимание, очень красивые формы на состояние человека. Если вы представьте, например, себе идеальную женщину, ну, как-то она для вас, ну, для кого какая, да? Любимая, например, ваша, то есть она будет на вас влиять определенным образом, определенным образом. Если вы поставите перед собой человека, которого вы не сильно любите, не долюбляете, он тоже будет не очень хорошее состояние, но если вы поставите перед собой божество, ну, Бога не каждому дано видеть, скажем так, да? Ну, какая-то есть фотография, изображение. Как-то его люди себе представляют. Так, когда они его изображают, они входят в такое состояние, когда они накладывают не просто картинку, они накладывают действительно то, что потом несет божественные энергии. То есть излучают какие-то арсеные поля, которые навевают благость, благость, благодать, приближают нас к каким-то очень чистым состояниям души. Вот такие картинки ты поставил, если разве я в свое время такая фанатичная немножко была, у меня картинки просто вообще так залеплены были, картинки везде. А однажды приезжаю в Москву к каким-то своим друзьям, по-моему, я удивилась, я думала, я помадка. Здесь еще, еще люди интереснее, они потолок залепили. Они залепили потолок. То есть, ну, вот, я уже не знаю, просто я была так вот и сена, что кто-то меня перепрыгнул. Там, в смысле, да, сверху. Вот. Но, как правило, люди, которые такие вещи делают, их прогресс просто феноменален. Люди, которые подключаются к такого рода энергиям, то есть у них и сознание ума более ясное, чистое, их восприятие по-другому, они относятся более позитивно к жизни, депрессивные состояния уходят. Это все влияние вот этих торсионных палеток, за концу. То есть попробуйте повесить картинку, чаще концентрируйте свое внимание на ней. То есть это должно быть в определенное время все-таки выделено на медитацию, на подтверждение в образ. Но это уже раздел ее. Пожалуй, я так не буду далеко заходить. Вот. Чуть-чуть сейчас остановлюсь. Вот. Итак, тот, кто отдает любовь, тот, кто умеет ее врать, становиться с Богом единым, тому придягивается к любви. То есть хотите держать этом с собой своего любимого, будьте с Богом, и он никуда от вас не денется, потому что он все время будет черпать. Задача женщины отдавать. Если она это не поймет, то ничего не получится. Мужчина черпает из нее, и это как бы естественно. Но она тоже из него черпает, естественно. Она черпает тоже определенным образом. Он для нее вдохновляющий фактор, он для нее Бог для нее. Он как отец должен быть защитником, опорой. Тогда она будет иметь все для того, чтобы давать ему это. То есть это не просто так безответственный какой-то процесс, что она тут все дает, если он не встанет в позицию защитника, и, я не знаю, какое еще слово подобрать, фактически как отец, божественный, и для нее он должен быть излучать такие энергии покровительства. Это очень много надо работать с собой, чтобы эти качества сострадания, милосердия он также содержал в себе, чтобы ее как бы пожалеть, увидеть это нечто нежное, женственное там в ней. Захотелось бы ее защищать, а не там дебаты какие-то устраивать. Я не знаю, что еще. Если же, я же говорю, ну их тоже есть разные люди, есть вампирического характера, есть мужчины и женщины, то есть с этим надо быть очень осторожным. Если, конечно, вас такие люди встретились, то не надо сильно с ними, потому что это будет ослаблять. Но, к сожалению, особенно в наше время, мы не разбирались в этих вещах, и что творилось с энергиями людей, конечно, это страшно вспоминать, как мы потом своих любимых было воспринимать, уже как только мы их не воспринимали, в следствии своей, они уже не давали это с ним. И как защититься от этих людей? Ну, молодец. Если не можешь защищаться, лучше убивать. Но если нет, то пусть убегать. Если нет, то пусть сталкиваешься. Первое. Да, первое, я говорю, это регулярная все-таки духовная практика, постоянная очистка после общения с людьми. Ну, и есть тоже простые способы. Первое. Это можно делать мудры, да, какие-то. Одна из простых мудр, это такая мудра, защитная мудра, она символизирует Шива Шакти в аспекте Бхайраба очень рационированного Бога Шивы и его богини Шакти. Что здесь происходит, когда мы так сели? Вы должны представить себя, ну, это же невозможно, конечно, если мы там разговариваем с ним или еще что-нибудь, но просто, если мы находимся в этом месте, сделать такую штучку в комнате, допустим, да, какое-то время мы можем, чтобы уравновеситься, что ли, вот так посидеть, представить богиню Шакти Шиву или Шиву, как Бхайрабу. Разневанная богиня, которая излучает огонь. Бхайрабе – это огненная богиня. У нее огромный столб, горона огненная, сама она как на красного цвета, огонь излучает, жар в Хайрабе. И вы увидели эту богиню, то есть все отлюбилось, не может прилюбиться к этому ничего, он все сжигает, негативно все сжигает. Вы увидели эту богиню в себе, вы ее осознали. Если вы держите вот так ручки, да, это такая нудра, в этот момент энергии с пальчиком, они сюда закручиваются, то есть они создают цилиндр такой вот такой вот, в твоей ауры, вокруг тебя, собственно говоря. А другая рука в другую сторону вращает. Получается, два цилиндра, которые вот так вращаются, в разные, получается, стороны они вращаются. И вот вы в таком положении примерно можете посидеть и медитировать. Станет легче, потому что боятся бесстрашия. Если мы боимся, мы усугубляем ситуацию. Мы должны расслабиться, почувствовать силу в себе. Ну, это один из способов. Ну, другой способ, могу подсказать тоже, помните все эти фильмы, фильмы, эти же нестеклянные люди. Можно представить себя таким стеклянным телом, переливающимся, как стекло. Вот. И тоже таким образом это отражает энергию, потому что все энергии сначала они оформировались в тонком плане, достигают именно тонкого тела, астрального тела. А то, что мы делаем в гуме, это и есть астральное тело. И астральное, его какие-то энергии, они не могут туда пустить потом. У нас есть защита. Ну, и другая защита, никакой защиты. То есть ты просто становишься прозрачным, тебе облевать на что там происходит. Но это тоже, это очень высокий уровень стать прозрачным, чтобы тебя никто не трогал. Это очень чисто та большая в гуме должна быть. Но можно пробовать, экспериментировать. Ну, и еще как совет, что ли, между двумя людьми. То есть если мы доверяем другому человеку, если мы доверяем, отпускаем, у нас все-таки отсутствует ревность, и такое даже бывает зависть иногда. Если мы не держим человека, если мы его не контролируем, не цепляемся, то у нас больше шансов, что мы будем держать этого человека. То есть чем больше ты ему доверяешь, ну, если он порядочный человек, конечно. А если он не порядочный, ну, как же я с ним вообще иметь дело? Ты даже если будешь контролируя такого человека, ты ничего не с этого не будешь иметь. Все равно найдет способ, как изменить тебя. Такое-то вам неинтересно. Если вы осознаете эту игру, так сказать, просто не надо подло поступать, потому что это кого-то ранит. Ибо предполагается так, что если двое людей, то они все-таки ориентируются на верность. Потому что если мы не выдерживаем чувство верности по отношению друг к другу, мы еще к этой теме подойдем, что какими чревато последствиями, такие моменты, то просто другой человек будет разочарован. Не просто будет больно, он просто будет разочарован. И он же не будет испытывать желание быть с вами. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. Либо люди знают о том, что это происходит там, как-то я не с этим согласна. Но, как правило, нормальные пары вряд ли будут счастливы, если противоположные его. Вдруг будет где-то с кем-то другим в этот момент находиться. Либо по общей договоренности. Но, как правило, если мы соединяемся, то задача пары это совместный все-таки организовать духовный союз. Не просто физический, а вырастить свою так единую, можно сказать, душу, что-то в этом роде. На это уходит много времени. И затрачивается очень много энергии, чтобы сделать такого рода союз. Это значит, что отработают все очень чисто плотные качества в своей душе. И не то, что ходить там налево-направо, а наоборот, немножко отходить от этих более глубоких энергий, а воспитывать в себе божественное духовное видение. Видение богини в том противоположном человеке, видение бога. Но это возможно только в одном случае, если ты сам в чем-то высоко поднялся. Но когда ты поднимаешься так высоко, и ты потом начинаешь это видеть, это происходит, это удивительно, что происходит, когда мы начинаем видеть бога в людях. И не обязательно в своей половине, там, в низкоторном живем, это просто начинаем видеть, как бог проявляется. Это такая красота, что ты не можешь понять, как такое может быть. Но будешь в обычном человеке. Это может в пьянице проявляться, это может проявляться вообще во всем чем угодно. Но это срабатывает этот закон, что ты сам есть, то ты видишь потом в других. И вот это иногда потом такие люди просто тоже по себе сужу, ты не видишь потом недостатка в других людях. И ты думаешь о них лучше, чем они есть на самом деле. И они тебя обманывают. И они поступают потом, потом по разным обстоятельствам, они поступают и хорошо. А у тебя нет видения плохого. Ты видишь хорошее, и ты на этом тоже как бы ты отдаешь этому предпочтение, а люди-то несовершенны. Здесь надо учесть, что такой момент может быть. Но это говорит о вашем прогрессе, о том, что вы видите хорошее и не замечаете плохого. Это тоже определенного рода прогресс. Пока не придет еще такая дополнительная мудрость, когда ты уже на каком-то этапе ты чувствуешь подвох, и уже даже видишь его заранее. но тем не менее с людьми, которые работают с собой и действительно очищаются, их потом так легко обмануть порой, они как дети становятся. С этим надо быть осторожным и учитывать, что душа ваша нежная, но нет духов дикой. Понимаете, нет, нам нельзя все равно ослабляться, нам нельзя думать о них плохо, а понимать, что те, которые поступают плохо, они сами себе делают плохо на самом деле. потому что на высоком духовном уровне мы все одно и однажды мы начинаем это видеть. Ну ладно. Так, практика. Сейчас. Значит, мы поговорили о каких-то таких более интимных сторонах, более интимных сторонах жизни. Вот, допустим, вы живете в паре, там, или не в паре, не важно, но каким-то образом тоже нам нужно добавить себе энергии. И мы можем сделать такую простую вещь, называется аргнесара. Знаете, да? То есть, ее можно делать просто сидя, вот как я сижу, можно делать ее стоя, я покажу, то есть, как бы вы сами там будете выбираться, или может быть, вы уже и так все это знаете. Вот, если стоя, ну, просто один эффект, если сидя, чуть-чуть другой эффект. Если стоя, обычно, немножко анонима, ожирение плеч, чуть-чуть можно присесть, вот так ручки опираются на колени, и мы делаем выдох, а на выдохе мы просто делаем движение животом. Убрали и себя, от себя, от себя, от себя, отжимая, 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 отжимая. Таким образом мы выдохе мы делаем подышали, подышали, встали. Просто рассматривались и смотрим, как энергетические потоки ходят. Давайте сделаем это упражнение сейчас. нужно просто сделать это упражнение. Наша задача сейчас просто сделать это упражнение. Я никогда не понятна, тут как-то тормозит вот это вот. Витилятор? Да. Наверное, нет. Откройте, пожалуйста, дверь, потому что немножко, мне кажется, не хватает если мы сейчас решать начнем, то тут значит если какие-то упражнения мы делаем или если вы сами делаете все энергетики, то следите за тем, что иногда может закружиться голова если вдруг такое будет если я забуду об этом сказать а вы почувствуете себя не очень комфорно то сразу перебрасывайте свое внимание на бок то есть если кружится голова значит нужно энергии опустить вниз значит что мы делаем ноги на ширине плеч опырлись от колени чуть-чуть присели на выдохе и делаем животом вдох выдох и стоим расслабляемся представили что ноги где-то там земле голова где-то вверху расслабляемся нижней части тела можно чуть-чуть переподжимать нижней части тела просто чувствуем стоп энергетический стоп и пожалуйста хорошо почувствуйте для этого ноги поставьте вместе старайтесь не упасть прочувствуйте центральный энергетический канал как будто вы на струне стоите если вы вдруг вышли из баланса или какой-то дисбаланс испытываете из гармонии вышли сделайте это простое упражнение и войдите внутрь этот сушум тогда этот дисбаланс уходит обычно если мы вышли из гармонии либо в левом канале энергетическом либо вправо если мы просто почувствуем внутри сушум центральный энергетический канал как струна мы сразу равновесимся а значит депрессивное состояние еще что-нибудь там таскали радость это все уходит еще раз давайте вяжем в плеч выдох можно прощать энергию в животе если вы умеете это делать внимание в дух и ноги вместе и почувствуем сведенный канал сели то же самое мы будем делать, то же самое внесар, внесар это вот сжигание огня в животе, то есть все наши пищеварения вот это все происходит благодаря тому, что в животе разжигается так называемый мистический огонь, и этот огонь, если мы его правильно разжигаем то есть сделаем то, что я сейчас скажу дальше, он будет способствовать очищению наших энергий, которые находятся в этой низкой области есть разряд людей, которые называются Пашу, а есть разряд людей, которые называются Вира и Делья вот Пашу это примерно такие люди, которые, они находятся на животном уровне они не могут не думать о каких-то взаимоотношениях, связанных исключительно с сексом то есть у них все направлено только на это, и больше они как-то и не могут подняться к нам вовремя других отношений, не могут что они находятся все время внизу тут Пашу, то люди подобные животным у них нет другого разнообразия в жизни они ничем не могут себе больше радость доставить только на этих энергиях быть люди характера Виру это уже более такие активные люди они борются за какую-нибудь идею они начинают совершать какие-нибудь там духовные подвиги аскрызы там, пасы там, еще что-то то есть как-то они стараются что-то с собой сделать чтобы выйти из этого состояния животного инстинктивного состояния они начинают прилагать усилия техниками может какими-то заниматься воюют за свою духовную свободу, так скажем и люди типа Дивья это уже божественные люди которые находятся на таком высоком уровне что они так уже там отработали свою чистоту ума и сердца они становятся такими прекрасными такими и смиренными и спокойными гармоничными если ты видишь такого человека то ты сразу ощущаешь что это не совсем простой человек это действительно божественный человек божественная энергия аура определенного цвета ну там, короткий экскурс вот и то что мы сейчас эти простые вещи сейчас будем делать это способствует тому что вот энергии которые находятся в этой области они не будут зависать только в этой области они будут мы будем учить эти энергии очищаться скажем так то есть сейчас я то же самое сделаю то же самое возгорел здесь огонь сгрузим здесь огонь то же самое мы сейчас поделаем чем хорошо тем что органы находящиеся в этой области они стимулируются да то есть они стимулируются они массажируются вот то улучшается естественно там опищевывание они просто лучше начинают работать вот но этого недостаточно и я следующее скажу в процессе что мы делаем простую простую вещь какую-то мы делаем значит сейчас ну просто если можно сесть в полгода или как вы там сидите но чтобы тоже поработать с этим на выдохе сделали разные стороны вон 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 не могу не вон Когда мы сделаем следующий вдох, пожалуйста, обратите внимание, что в ваше тело входит не просто энергия, не просто свет, входит энергия чистоты. Может, это белый свет для вас, таким образом будет легче представить, но вы должны ощутить, что это чистота, и эта чистота входит в живот. Мы сделали вдох, и через руки, и через сердце, и через все одно, и в живот у нас опустилась энергия чистоты. И мы в таком состоянии потом расслабляемся и переживаем фактор этого. Таким образом мы потом учимся очищать эти энергии, которые в этом месте находятся. Мы еще будем об этом потом говорить. Сначала мы тянем чистоту на уровень живота, потом в следующий момент мы так чуть-чуть поработаем. Потом мы сделаем то же самое на уровень анахата чакры, тоже потянем чистоту здесь. Потом мы сделаем сюда, таким образом проработаем сердце в три центра. Значит, делаем агнесару, да, кончик языка сюда, вот, и, конечно, если у вас ремни, то это неудобно, и мне надо было простеливать, если у вас ремни, я не понимаю, как можно практиковать, и я же не стучу за вашими ременами. То есть, остенить пояс на джинсах или еще как-то, потому что иначе не очень удобно. И, пожалуйста, если вы будете делать подобные упражнения дома, все должны сидеть так или иначе на подушечках, чтобы у вас ноги были ниже. Вот, видите, вот, как они здесь у меня ниже, вот, ниже, чем мое тело. Значит, если мы так делаем, у нас, наша, наш позвоночник будет немножко переливаться, и эффект от наших медитаций будет в несколько раз слабее. А нам нужно, чтобы наши энергии все четко по позвоночнику шли наверх и наслевались от насрая. Когда происходит мягкое поведение, скажем так, без всяких дурацких эффектов, выхлопов, выбросов и так далее, просто очень мягко постигаете просветленное состояние ума. То есть, всегда номинитируйте, либо в правильном полном позе лота соседите, либо следите, чтобы подружечка была. Вот так. Значит, делаем саму, а потом нам в духе чистоту тянем. Вверх. Живот. Надежда. Небольшая и раскладывайся. И вспоминаем, как на нас подействовала эта чистота, как бы держим ощущения. Продолжаем дышать, как бы касаясь этой чистоты. Продолжаем переживать ее. Вот именно в этом месте. Смотрим, как она осуществляется подъемом. Какие ощущения у нас тело. И еще раз делаем место. Выдох. Вдох по нахаду. Замежка. Чистота. Вдох по нахаду. Вдох. 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 И опять переживаем, что мы чувствуем в груди. Как мы это переживаем, если мы с чистотой связаны в образующейся поле. Это могут быть образы совершенно невинных людей, в детстве. Можно увидеть какие-то образы святых. И так припомните, какие ощущения были, когда внизу это делали. Так сами для себя припомните. Можно мысли напуститься в область живота и посмотреть, как там было с чистотой. Как в сердце. Походите туда-сюда и посмотрите, как себя чувствуете. Так, и еще раз делаем внесар, а потом чистотой пытаемся ввести он на ветеробазу. Вдох. Вдох. Ведь у вас чистота. Спинки напрямяйте, разгорите грудь. Наши пять. Абонирься. Абонирься. Вы почти не делали таких усилий, но в голове появляется свет. Пустите, сердце посмотрели, как там. Живот, чуть-чуть, чтобы вспомнить. И сконцентрируемся в точке новости волка. Можно открыть глаза. Получилось ли у Вас испытывать чувство чистоты? Получилось. Люди, которые там сидят подальше, как у Вас получается это испытывать? Мужчина будет подальше? Чувствую. А Вам, молодой человек, не сложно делать? В принципе, ничего страшного нет. То есть, как бы, с вашим делом. Боря, у тебя получается? Да. Ты не скучаешь? Получается. Ну, хорошо. Можно, например, на другое? Ощущать. То есть, ощущать. Ну, не видеть, а не ощущать. Дело в том, что слово «видеть» и «ощущать» это почти что синонимы. Понимаете? На каком-то этапе. Я не разделяю даже, не делаю на этот акцент. Вы хорошо спросили. Видеть и ощущать это почти одно и то же. А что глаза — это аспект, элементы ума, инструменты ума. Благодаря которому мы также ощущаем, но на зрительном уровне. Просто это чуть-чуть разное расприятие. Но вы делали, если мы и видим, и ощущаем. Вот если вы очень долго будете видеть, вы начнете ощущать, как или иначе. То есть, это придет со временем, если вы зачем-то надо. Вот. Но все это приходит с практикой. Что мы тут с вами чуть-чуть сделали? Если бы, конечно, были... Там меньше мы говорили, например. А вот пришли, там, практика, практика, практика. Или вы дома просто практикуете. Практикуете какие-то моменты. Какую-то дисциплину выдерживаете для себя, но очень регулярно. Помните, что если вы хотите иметь прогресс реальный, может быть, наверное, даже любую дисциплину, если вы возьмете, надо делать очень регулярно. Тогда, как бы, вот это количество перейдет в качество, а тут вообще никуда деться. Просто надо к этому серьезно отнестись и поставить перед собой задачу. Другое дело, что люди не все решаются поставить перед собой эти задачи. Либо жизнь их как-то еще бабует, они дегут по волне и нормально. Обычно они стоят перед собой созревшие же люди, либо настрадавшиеся, либо созревшие. Они по-другому не могут. Их жизнь превращается в практику. Им все остальное становится неинтересно. Вот тогда для этих людей это вообще просто... А людям, которые не созрели, их жизнь заставляет что-то делать. То болеют, то еще вот этим сложновато. А есть люди просто ленивые. А есть люди просто достигшие. Им ничего не надо делать. И они так все легко понимают и сознают. Разряд таких счастливых людей, которые приходят, не знаю, разбавлять нашу здесь жизнь. На редкий случай. Но я знаю некоторые таких людей. Так, ну хорошо. Ну с вами тоже все в порядке. Ты успеваешь делать. Не ходил, не успел, не успел. Может быть, осозна, что-то делали. Так, ну хорошо. Значит, следующее такое упражнение... Не устали, кстати? Нет. Воздух плотно, ладно, если реально. По сравнению с тем, кто... Ну дверь уже открыта. Значит, следующее упражнение. Мы работаем с менталом сейчас в основном почти что, да? Это упражнение тоже на специфическую концентрацию ума. Которое постепенно приводит вас к тому, что мы начинаем двигать свое умом пространство. Своего ума, опять же. Вот. Вы можете... Это можно делать с каждой из чакр. Ну, мы попробуем делать просто из каких-то чакр, на которые там я буду обращать внимание. Основные три чакра, да? Значит, сделаем такую вещь. Просто сконцентрируемся сейчас на копчике. Легче всего закрывать глаза, когда мы делаем какие-то сажения. Сконцентрируемся на копчике. Просто увидим там точку. Это просто может быть... Просто даже черная точка. Не важно, какая точка. У кого хорошая визуализация, мы можем прекрасную точку представить. Просто вот в копчике мы видим точку. Теперь возьмем и представим, ну, примерно по размерам нашего тела. По-моему, сантиметра, может быть, двадцать или сколько. В районе все. Представили, как круг такой, как обручь или как кольцо. Кольцо, кольцо. Посмотрите на это кольцо, которое окружает эту точку. Он довольно по размерам тела нашего. Теперь опять верните в точку. Опять смотрим на кольцо. Кольцо, точка. Кольцо, точка. Кольцо, точка. Попробуйте продолжать там дальше сами. Кольцо, точка. Кольцо, точка. Мы увидели, что возникают специфические пульсации. Теперь можете сформировать как шар, да, такую оболочку. Итак, точка, шар. Точка, шар. Как пространство может. Точка, шар. А теперь представим точку. А шар мы видим за пределы тела. То есть большой, большой стрелы шар. Попробуйте еще так распространять свое сознание. Точка, шар. Точка, шар. Точка, шар. И расслабляйтесь. И расслабляйтесь. Вы будете во всем просто расслабляйтесь. Смотрите, что происходит. к общике, да? То есть он достаточно активировался. То есть какие-то вращения происходят там энергетически. Ну, у меня пока не видно. То есть это одно из упражнений, как мы можем себя немножко энергетически подпитать, если мы опять же находимся в условиях, где не дают нам что-то делать. Просто мысленно можем взять и немножко попредставлять какие-то вещи внутри себя. И уже наше состояние изменится. То же самое можно делать на области маникуры. Давайте маникуры поработаем. Это очень важная часть, вот именно аспект маникуры. Вы знаете, что все люди, которые успешны в бизнесе, они в основном находятся в области маникуры. То есть для того, чтобы управлять другими людьми, эта часть должна быть очень сильно развита. Животы, как правило, большие у этих людей. То есть они так серьезно, а у них здесь кокон. И если вы разработаете этот участок, то есть вам будет легче, ну извините за такое слово, управлять другими людьми. Не управлять, а направлять, если вы действительно там мудрее, будет легче. Попробовать сконцентрироваться в центре живота. 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 Перед пространством попробуем небольшой шарик. Ну как размером тела. Здесь посоздаем пульсацию. Точка, шар, точка, шар. Точка, шар. Наружу внутрь, наружу внутрь. А теперь выше за пределы тела. Точка, шар, точка, шар. Еще больше раз установить свое влияние на пространство. Не обязательно это четко видеть. Нечеткое видение, нечеткие ощущения. Главное почувствовать, как наружу тут энергии и внутрь, как вы их можете заставлять расходиться и собираться. И расслабиться. А нам работать тяжело. Расслабиться. Смотрим ощущения. Что происходит в области животка, в области почек, в речи, в семи зонах. То есть, опять же, мы ничего не делали видимого, а возбудили энергией в этом месте. Ну, если кто-то сидит на собраниях скучных, в каевах это неудобно, можно просто мысленно с ним поработать и уже будет в пользу от вашего места прерывания. Ну, и если вы выдержите такое напряжение, то же самое можно сделать в третьем глазу. Не тяжело ли делать такие вещи? Не сложно ли? Не сложно? Не сильно напрягаетесь. Да нет. То есть, это да, это очень простые вещи, у кого нормально с процессом визуализации. Но эти простые вещи, когда ты в них уже изощряешься, скажем так, да, они дают очень много, то есть очень много в манипуляции собственным сознанием. Вот вроде бы простые вещи, но что потом дальше в процессе, как оно, что-то можно еще для себя в таком творческом аспекте наблюдать. Вообще, скажу так, что все, что мы делаем по жизни, на самом деле специфическая практика, если мы работаем с энергиями, она состоит в том, чтобы развить свою способность манипулировать так своей мыслью, что очень легко в своей голове создавать, опять же, специфический иллюзорный мир, подобный этому, и еще намного лучше. Вот. Но для этого должна быть определенная сила ума, иначе этот астральный мир останется нам неподвластным. Им нельзя увлекаться, но это одна из стадий, в которой мы должны очень хорошо осознавать, понимать его иллюзорность и уметь отталкиваться от него для того, чтобы пойти выше. Что астральный мир – это большая помощь нам, там же, для того, чтобы изменять свое восприятие в сторону мира духовного. Ну, это тоже серьезная такая тема. Так. Ну, хорошо. Давайте, значит, попробуем сделать то же самое в области Ваншина чакры, третий глаз. Ведем точку. И вот такой вот, смотрите, да, вот как нимба вот так вот входит, да? И, и точка, по кольцу, вот так вот. Точка, точка, облеч. С tud solo. У кого сильная способность воображать, можно представлять даже железные или золотые, это еще о большей силе ума говорит, если вы можете поставить более материальный предмет. Внутри, допустим, шарик золотой, а область золотой. Вот такое внимание туда-сюда, туда-сюда, в итоге курсация будет сильнее. Так, и взяли теперь сферу, точка, сфера, 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 точка, сфера. Рассказывайте. Просто я иначе flagну к вам все что стоя и читали в т Office, сфера, точка, сфера, точка, сфера, точка, сфера. Рассказывайте, да ск Bridging на королицы, грято и антибиотечники учимашly, дар в氏, начинаем береги и они уже, Смотрим, что происходит в третьем глазу. Достаточно более просветленное состояние ума. Если нет, можно и дальше. Когда делать нечего, можно брать и такие упражнения делать. Сейчас мы опять ляжем на пол и продолжим делать что-то, например, такое, что мы уже делали. То же самое. Смотрите. И, значит, ляжем на вдохе. На вдохе мы уже здесь колени. Не просто их поставили сюда, да? Мы чуть-чуть, как сказать, приподняли, что ли, да? Когда руками обхватили колени. И на выдохе я опять приподнимаюсь. Вы только сначала посмотрите. Видите, Василий Панулин. Я приподнимаюсь, да? И создаю. Вот ноги туда торгаю, а руки к себе. То есть напряжение создали, да? Вот такое. И руки здесь напрягаются у меня, колени как-то напрягаются. А параллельно я давлю все это место, я давлю вниз, а гаджешь. Вот это все место. Таким образом здесь очень создается хорошее тоже давление на мышцы, на все эти энергетические каналы. Вот. И здесь опять-таки вижу улыбку в области своей манипуры. Здесь я вижу улыбку. Итак, вдох. Так. На выдохе подняли тело. Кончик языка на небе. Улыбка в животе. И все в них. Напрягаемся руки, ноги в другую сторону, да? Улыбка леви. Отслабляем. Улыбка. Улыбка на живот. Золотистым светом бегает по всему телу. И опять активируем все наши внутренние органы. Оздоравливаем их, насыщая ноги. Мы знаем, что если мы делаем задержки, это очень полезно. Тогда кровь больше насыщается кислородом. И очень многие блоки выходят в процессе таких задержек. Дальше. Еще раз. Вдох. Подняли ноги. Улыбка. 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 Вдох. Славится. Славится. Еще одно подобное упражнение, смогу как бы посмотреть, да. То же самое я делаю там же, почти так же с руками, только руки я не отхватываю, а вот упираюсь в колени. Колени давят сюда, а руки им противодействуют. Это на вдохе, а на выдохе точно так же поднимаю тело, но вот языком я с усилием давлю на небо. Здесь надо приложить усилия. Тогда открывается энергетический канал, скажем так, сердечный. Во-первых, аорта здесь. Здесь есть такая аорта, она активируется, чтобы было приятно для работы сердца. И сердце здесь как бы энергия промывается. Поэтому это очень важно сильно давить кончиком языка на небо. И здесь вы давим, и обязательно у них. то есть для ума там немножко надо поработать. Да, поняли? Вдох, подняли. Выдох, тело подняли. Кончик языка сильно давит. Уливка в животе. Выдох. Ну, если вы все правильно сделали, то вы увидите, что как бы акцент энергетического сияния немного смещается в область рудили. То есть так мы укрепляем свое сердце дополнительным образом. Когда мы будем находиться в этом положении, упирая разочек сильно в небо, умудритесь еще посмотреть, как энергия из живота направляется как луч специфический, как бы в сторону сердца. Удох. 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 как оно получается теперь можно встать сделаем такое простое упражнение выберите себе заранее какого-нибудь человека не важно, кто-то впереди вас может быть сидит может быть сосед ну так, ориентировочно себе определитесь и что мы будем делать это на развитие чувствительности просто на развитие чувствительности вообще когда допустим, люди, пары они живут вместе они должны иметь очень хорошо чувствовать друг друга иначе не будет у них хорошего контакта скажем так, душевно-энергетического то есть, если одному человеку больно становится больно другому это нам дает потом возможность не делать больно другому то есть, мы будем хорошо знать как оно так вот то есть, нужно уметь чувствительность иметь определенного рода вот и и можно немножко ее тренировать даже таким простым образом сначала вы смотрите не закройте глаза но я еще раз повторю что выберите мысль на себе какого-нибудь человека может это даже абстрактный человек не обязательно не обязательно реально сидящая впереди там где-то садик вот значит, первое пожалуйста, осознайте свою спину вот как-то мысленно посмотрите на нее свою собственную спину вот 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 вот